Родовой камень Мугу. С 2012 года, тогда памятник был установлен, это место в ауле Большой Кичмай для всех черкесов стало знаком обретения родовых корней. Именно отсюда, с долин реки Шахе, адыгский шапсукский род Мугу, сохранившийся в старинных преданиях и сказаниях, ведет свою историю. Именно поэтому родовой камень Мугу стал обязательной частью экскурсии участников форума черкесской молодежи России и зарубежья. Славную историю большого народа молодежи рассказывают на адыгском. Его хорошо понимают все участники форума. Гости из США, Палестины, Арабских Эмиратов, Израиля, Сирии, Иордании, Турции. Во всех этих странах есть черкесские общины, и каждая из них представила делегатов для участия в Большом форуме. Сохранение языка – важная задача, отмечают делегаты. И она решается. Так, например, на Кубани, в Успенском, Туапсинском районе и в Сочи адыгский язык преподают сразу в нескольких школах – в Большом Кичмае в 90-е. Гостей школы приветствуют на адыгском. Выставка тоже на родном языке черкесов. А историю народа бережно хранит в школьный музей. Я считаю, что нет малых народов, потому что каждый народ дает миру какую-то частичку себя, какую-то культуру. И каждая культура в мировом масштабе, она уникальна. И каждый народ имеет право на то, чтобы быть самим собой, иметь свой язык, свою культуру, иметь право на самоопределение. Большой компанией черкесов в места предков приезжают не в первый раз. В феврале, во время Олимпиады, Сочи принимал делегацию старейшин. Как раз тогда, во время игр, западные СМИ развернули пропаганду нацвопросов Сочи. Журналисты зарубежных изданий утверждали – в России притесняют малые и коренные народы, в частности адыгов и шапсугов. Тогда в ходе визита в Олимпийскую столицу старейшины черкесы убедились – это не так. Теперь очередь молодежи дать свою оценку. Черкесский вопрос пытаются сегодня использовать для того, чтобы ущемить авторитет Российской Федерации. Такие встречи позволяют понять молодежи на самом деле истинную ситуацию, что сегодня здесь создаются наиболее комфортные условия. Мы видим, как Лилейны хорошо относятся и поддерживают шапсуков, которые проживают здесь. На их лицах видно, что они рады, что сегодня государство так относится, что они развивают свою культуру. Из Сочи делегация черкесской молодежи отправится в Абхазию. Там запланирована встреча с президентом республики. В рамках круглого стола будет обсуждаться перспектива черкесского мира. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.